В последние годы проводится системная работа по усилению социальной защиты населения, расширению объемов и видов, оказываемых услуг гражданам. На это направлено и открытие центров социального обслуживания Инсон. Услуги и помощь, попавшим в тяжелое положение людям, здесь будут оказывать на основе индивидуального подхода. В Ухарской области уже функционируют два таких адреса. Возвышение человеческого достоинства. Сегодня на основе этого принципа в стране реализуются колоссальные реформы. Это и замена махалинской пятерки на семерку, что обеспечило индивидуальный подход каждому гражданину. Такой же подход можно увидеть и на примере центров социальных услуг Инсон. Один из них начала работу в отдаленном уголке Пешкунского района. Теперь граждане могут получить здесь профессиональную социальную помощь. Основная целевая аудитория – семьи, оказавшиеся в тяжелом положении. Прежде всего будет уделено внимание людям с инвалидностью. Первой, второй, третьей группы. Граждане с особыми потребностями, которые не могут выйти из дома. Будет оказана всяческая помощь в первую очередь им. Сотрудники будут выезжать и изучать реальное положение дел прямо на местах. По сути, начавший работу центр является практическим выражением дальнейшего совершенствования системы, оказания социальных услуг и помощи населению на базе деятельности махалинской семерки. В нашем районе есть 27 махалей, и в 20 из них есть пункт оказания комплексной помощи для нуждающихся слоев населения. За нами закрепили 12 категорий лиц, с которыми мы будем работать, и у нас уже имеются все сведения и сформирована определенная статистика. На данный момент мы обходим каждый дом. Продолжим обзор на примере другого отдаленного района – Каракульского. Созданный в качестве эксперимента центр социального обслуживания «Инсон» стал настоящей инновацией для развития социальной сферы. В качестве пилотного проекта у нас был сформирован Центр оказания социальных услуг «Инсон». Радует то, что такие центры открываются и в отдаленных районах области. В нашем районе проживают более 169 тысяч человек. И исследования показали, что порядка 17 тысяч граждан нуждаются в социальной поддержке. С сегодняшнего дня мы уже начали оказывать всю необходимую помощь этим слоям населения. Центр оказывает 26 видов социальных услуг. Их количество будет увеличиваться. В следующем году будут запущены дополнительно более 20 новых социальных услуг. В обоих центрах созданы все условия для сотрудников и граждан. Особенно для людей с ограниченными возможностями. В настоящий момент также полным ходом идут работы по благоустройству и озеленению окрестностей населенных пунктов. Продолжение следует... Продолжение следует...